язык кумал еще один непальский язык мало сведений поэтому очень кратко буду но все-таки какие то есть это каста гончаров то есть почти все носители занимаются гончарным делом они разбросаны по большим территориям но они сохраняют свой язык между собой на своем языке разговаривать но естественно без письменный школах не преподается вот их внутренний язык их народа что интересно это народ монголоидный то есть видимо это тибетцы которые усвоили индоарийский язык сам язык у них индийского типа согласны как соседних непальских языках поэтому не комментирую не привожу что интересно полностью аглотинативный язык хотя основан на санскрите который полностью фликтивный исходный язык конечно санскрит давно был ну вот форма то есть женский род им имеется грамматический род отсутствует потому что нет согласования как бы женский полу суффикс женского пола и сходящих санскрита он остался мод кита мальчик какие девочка как-то так аглотинативные окончания множественного числа хару как и в соседних тибетских и падежи тоже за счет послелогов развилось большое количество там у них разных языках разное количество этих падежей которые развились ну да в этом языке много есть допустим а латиф облатиф коммитатив и так далее то есть много таких агглотинативных падежей с послелогами пропускаю примеры ну допустим кхолама мача бат в принципе тут корни все индийские фраза устроена как в татарском да то есть холама то есть холоручей колама в ручье мача рыба бат есть в ручье рыба прошедшее время с показателем лан сформировались окончания есть гоноративы двух уровней вежливая и нейтральная форма они прошедшее время тоже в принципе через лэ потому что это причастие было но по-другому окончание сделано непрошедшее может также значение будущего потребляться есть виды есть различные особенности времени которые все галатиф нативно выражаются вот это различные показатели суффиксы различных времен то есть совершенный вид несовершенный вид и тогда разные оттенки значений через отдельные суффиксы ну то есть чистый агглотинативный язык практически что касается слова образования очень много сочетаний сложных глаголов которыми многие вещи выражаются ну то есть допустим они говорят не надеяться делать надежду там делать пустой там делать закрытым то есть не закрывать а делать закрытым и так далее вот такие конструкции преобладают они пальских языках глагол на конце имеются слова персидско-арабские тибетские и английские языки как тут сообщают но в основном индоарийские но и в принципе да в примерах которые приводят в основном индоарийские я наблюдаю правда китаб книга арабская число носителей по последней переписи где-то 7000 человек хотя всего в этой группе около 100 тысяч то есть у народ где-то 100 тысяч человек в этом народе из них 7000 сохранили язык и по всей видимости язык постепенно исчезает потому что они все двуязычные переходят постепенно видимо на непальский на государстве ну вот все что можно пока сказать